Всем привет! В эфире программа «В курсе дела» и с вами я, ее ведущий, Семен Малышев. Сегодня в выпуске. Охота в Крым. Примеры фильма о восьмом этапе проекта охотничьей экспедиции. Дорогу рыбе. В Омске развивают рыбоправословую промышленность. Охота с осложнениями, к чему приводит неосторожное обращение с оружием. И пушная рыбалка, как поймать норку на окуня. Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «В курсе дела». Каждый день в рыболовном и охотничьем мире происходят интересные и значимые события. Изменения в законодательстве, рыболовные турниры, квоты на охоту. Факты и актуальные мнения. Мы выбираем самые важные и рассказываем вам. Рубрика «Новости коротко». Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Крыма не может бороться с самозахватами в заповедниках. Борьбе препятствует отсутствие четких границ и категории объектов природно-заповедного фонда. За два месяца в крымских лесах незаконно срубили 500 деревьев. 195 тысяч рублей – таков ущерб от нарушений в охотничьей сфере в Республике Крым за последний месяц. По результатам проверок, которые еще не окончены, уволены несколько сотрудников лесхоза. В Севастополе поймали ядовитых фугу. Ранее эти представители семейства иглобрюхих в Черном море не встречались. Появление в Севастопольской бухте фугу – настоящая загадка. Эти рыбы предпочитают теплые тропические воды, и осеннее Черное море для них холодновато. Фугу – одна из самых опасных обитательниц Индийского и Тихого океана. К ее яду нет антидота. Тем не менее, этого иглобрюха употребляют в пищу в Японии и Корее, где его готовят по определенным правилам. В США хотят запретить использование свинца в рыболовных снастях. Инициатором запрета выступил отдел контроля за использованием токсических веществ в Калифорнии. Однако представители производителей товаров для рыбалки жестко отреагировали на эту инициативу и заявили, что ее воплощение в жизнь нанесет серьезный вред экономике штата. Несмотря на протест бизнесменов, в ходе общественных слушаний более 1300 человек высказались за это ограничение. Девятиклассник спас провалившегося под лед рыбака в казахском Кокшетау. Местный житель 1949 года рождения во время рыбалки на озере Копа провалился под лед. Пенсионер стал звать на помощь. Его услышал ученик девятого класса средней школы номер один Андрей Семенов. Он взял доску, бросил на лед, лег на нее и, схватив рыбака за руки, вытащил его из полуния. Спасенного мужчину молодой человек отвел к себе домой и напоил горячим чаем. За мужественный поступок Андрею Семенову на школьной линейке вручили благодарственное письмо от имени водно-спасательной службы. Охота в Крыму. Каковы ее особенности? Легко ли добыть на полуострове перепелов? Как правильно охотиться на оленя в условиях высокогорья? Ответы на эти и другие вопросы ищите в фильме «В Крым на охоту». Премьера 30 ноября в 18.00 на телеканале «Охотник и рыболов HD». Крым – великолепное место не только для отдыха, но и для охоты. В этом на собственном опыте убедились участники телевизионного проекта «Охотничьей экспедиции». Несколько прекрасных сентябрьских дней они провели на полуострове, охотясь на перепелов и оленей. Охота на перепелов увлекательна и эмоциональна. А крымская охота интересна вдвойне. Через полуостров проходит основной миграционный путь этих птиц. Во время перелета они сюда слетаются в большом количестве. На перепелов участники проекта охотились с легавыми. Собаки отработали на отлично, да и их хозяева показали мастерство. Подтверждение тому – многочисленные трофеи. Охота на оленя на реву в условиях высокогорья – задача сложная. К животному нужно подойти на расстояние выстрела. А затем, когда трофей добыт, вынести на равнину в рюкзаке мясо и рога. Но участники экспедиции с этим справились. И теперь у одного из них дома будет красоваться корона крымского оленя. Заполучить этот или другие трофеи может любой желающий российский и даже зарубежный охотник, у которого есть необходимые разрешения. Охота у нас разносторонняя. Европейцы очень любят охотиться у нас на перелетную птицу. Буквально сейчас сезон идет, у нас перелет перепела идет. Через определенное время, конец октября, ноябрь месяц пойдет в Альшник. Итальянцы огромными компаниями едут к нам на охоту. И россиян едут, и украинцы едут. Все люди, кто хочет совместить приятное с полезным, те пытаются приехать в Крым. Мы открыты, и сейчас у нас заключены договора, опять-таки, с европейцами, для того, чтобы они, несмотря на то, что идет антикрымская, может быть, где-то компания, чтобы они убедились, и наша передача в том числе еще раз подтвердит, что в Крыму абсолютно спокойная обстановка. В Крыму люди абсолютно доброжелательно настроены к любым гостям из любой части земного шара, так скажем. А что касается россиян, так это вообще не обсуждается. Поездка в Крым оказалась невероятно насыщенной и экстремальной. Охотиться в горах не самое легкое занятие. А тут еще погода преподнесла неприятный сюрприз. Сутки лил дождь, ураганный ветер три раза сносил палатку. Но эти природные катаклизмы лишь прибавили драйва в процесс охоты. Экспедиция, несомненно, удалась. Рыбопромысловая отрасль Омской области переживает второе рождение. За ее развитие взялись не только чиновники, но и представители частного бизнеса. На арендованных территориях предприниматели будут разводить рыбу и защищать ее от браконьеров. 2014 год стал для рыбопромысловой отрасли Омской области значимым. Местные власти и предприниматели приступили к ее планомерному развитию. Причем упор делается на выращивании ценных пород рыб. Так, недавно в регионе открыли завод аквакультуры и товарного производства рыбы. Это предприятие может ежегодно поставлять 50 тонн рыбы и тонну черной икры. На его территории выращивают мальков семги, форели, муксуна, стерляди и осетра. Одна из задач, которую поставили перед собой предприниматели – увеличить прирост стерляди в РТШ. Для этого они собираются выпускать мальков в реку. Однако омские ученые уверены – подобных мер недостаточно. И все из-за браконьеров, которые вылавливают молот. Во многом именно поэтому специалисты Министерства природных ресурсов и экологии области сформировали 25 рыбопромысловых участков на протяжении 269 километров Иртыша. Все участники выставят на конкурс. Каждый отрезок реки закрепят за арендатором на длительный срок в рамках государственно-частного партнерства. Арендатор будет обязан производить зарыбление, а также бороться с браконьерами. Пока борцов с нарушителями закона не так много – всего 8 инспекторов. Уже сейчас в регионе есть желающие получить участок реки в аренду. Они готовы вложить немалые средства в развитие отрезков. А теперь пришло время нашей традиционной рубрики «Вопросы экспертов». Максим Караваев спрашивает, каково минимальное и максимальное расстояние при стрельбе дробью? Отвечает главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков. Но минимальное расстояние может быть любое до метра. Единственное, когда дробь на таком расстоянии вылетает из канала ствола, она идет как пуля. И животное просто будет разбито полностью. Если вы попадаете в ту же утку или в того же зайца, то мясо будет идти на выброс. И птица или зверек будет разбит просто вот никак. А максимальное расстояние при стрельбе дробью – это до 35 метров. Более 35 метров считается дробью стрелять нельзя, так как уже дробь на таком расстоянии может ранить зверя или птицу. И не остановить его и не убить. Поэтому 35 метров – это максимальное расстояние при стрельбе дробью. Причем любой дробью. Будет это номер 7 или номер 5 или нулевка. Хотя многие стреляют и дальше, но это неправильно. Я еще раз подчеркиваю, максимальное расстояние при стрельбе дробью – это 35 метров. А максимальное расстояние при стрельбе пулей – это до 50 метров из гладкоствольного охотничьего оружия. Если ружье оказывается в руках беспечного человека, то оно непременно должно выстрелить. При этом может пострадать и сам стрелявший, и посторонние люди. По статистике, чаще всего такого рода несчастные случаи происходят именно на охоте. К чему приводят неосторожное обращение с оружием и плохое знание охотничьего дела, мы расскажем прямо сейчас. Неосторожное обращение с охотничьим ружьем стало причиной тяжелого ранения жителя Масаллинского района Азербайджана. Пуля пробила мужчине неба и попала в область глаза. Пострадавшего без промедления доставили в хирургическое отделение больницы. Операцию проводили специально приехавшие из Баку врачи. А в российской югре 7 ноября погиб сотрудник пожарной части Олег Сарыгин. Он возвращался с охоты и попал под выстрел собственного ружья. Это произошло в автомобиле. Сарыгин сидел на заднем сидении, оружие стояло на переднем. Машина двигалась по ухабистой дороге. На одной скотчек ее сильно тряхнуло, и ружье выстрелило молодому человеку прямо в голову. В хирургическое отделение Гаврилова-Посадской центральной районной больницы обратился местный житель с огнестрельным ранением брюшной полости. Медики сообщили о происшествии в отделении полиции. В ходе проверки было установлено. Сквозное проникающее ранение мужчина получил на охоте недалеко от села Липовая Роща. И в этом случае причиной ранения стало неосторожное обращение с оружием. Приятель пострадавшего погнался за кабаном, споткнулся о ветку и случайно нажал на крючок. Казалось бы, какой рыбак отдаст весь свой улов первому встречному? Но пора отказать просящему просто невозможно. И ты готов поделиться с ним всем, что у тебя есть, вплоть до последнего окуня. Игорь Курзанцев живет в Карелии. Буквально на днях он отправился на рыбалку. Рыба клевала неплохо, но домой Игорь вернулся налегке. Дело в том, что большую часть своего улова он отдал норке. Зверек прибегал из леса к лунке, ждал, пока очередной окунек попадется на крючок, выпрашивал его у рыбака и относил в укромное место. Пушная рыбалка в рубрике «Без комментариев». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Настало время рубрики, которую мы делаем вместе. Итак, друзья, ваши фотографии. Субтитры подогнал «Симон»! Наша программа подошла к концу. Мы ждем ваши письма и фотографии на электронную почту в курсе собака единицы.твч.ру Также не забывайте заходить на наш сайт охотник и рыбалов.тв На сегодня это все. Меня зовут Семен Малышев. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!